Более 7 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса Верхневолжья получили поддержку государства и региона в 2020 году, благодаря чему смогли стабильно продолжить функционировать и, что немаловажно, сохранить рабочие места. Поддержка бизнеса стала первым вопросом очередного заседания регионального правительства. А также особое внимание уделено реализации национального проекта по субсидированию малого и среднего предпринимательства Верхневолжья. В прошлом непростом году, когда началась пандемия коронавируса, малый и средний бизнес в регионе оказался не в самом лучшем положении. Чтобы стабилизировать ситуацию и сохранить объекты бизнеса вместе с рабочими местами, были введены меры господдержки. Особое внимание уделялось наиболее уязвимым в условиях пандемии отраслям. Так, для 250 арендаторов площадей в торговых центрах была снижена арендная плата благодаря введенному субсидированию части налога на имущество владельцам ТЦ. В сфере туризма поддержка оказывалась организатором турпоездок школьников по Тверской области гостиничному бизнесу. По 34 видам экономической деятельности снижены налоговые ставки, упрощена система налогообложения. Со стороны фонда содействия предпринимательства Тверской области малому и среднему бизнесу в прошлом году был предоставлен 341 заем на общую сумму 590 миллионов рублей. В 2021 году на федеральном уровне заявлен комплекс дополнительных мер поддержки бизнеса, включая новые механизмы кредитования и финансовые инструменты. На Санкт-Петербургском экономическом форуме мы видели новый пакет решений президента Российской Федерации о малом бизнесе, о снижении налоговой нагрузки и освобождении от НДС для предприятий общественного питания. Со своей стороны мы докапитализируем фонды, это выдача оборотных займов, это выдача гарантий, ну и конечно это металлогическая работа, повышение квалификаций и все же работа по реализации готовой продукции, в том числе и возможность через государственные заказы приобретать. Предпринимателям легиона по поручению губернатора оказываются и не финансовые меры поддержки. Это содействие в продвижении продукции на внешние рынки, сертификации продукции и регистрации торговой марки, патентовании изобретений, организации выставочной деятельности, обучающих мероприятий и рекламных компаний. Так, в 2020 году более 100 предприятий приняли участие в международных и межрегиональных выставках. На региональном уровне в этом году уже введены новые меры для предприятий лесопромышленности. В настоящее время в регионе насчитывается свыше 44 тысяч малых и средних предприятий. Число занятых на них порядка 168 тысяч человек. Ну, прежде всего, это меры поддержки тех, кто работает в Белую, предприятий и предпринимателей. Даже по программе трудоустройства молодежи мы приняли решение по компенсации затрат работодателей на выплату средств при летней практике ребятишкам. Это субсидии на расширение производства, которые даются через фонд поддержки промышленности. На сегодня фондом развития промышленности Тверской области предприятием одобрено 23 займа на сумму почти 400 миллионов рублей.